Бокертов, так как наша недельная глава о судах, давайте поговорим о наших суждениях, о том, как мы судим. Психологическое зрение человека, оно устроено так, что он видит окружающий мир черно-белым. Черное, ну негативное, либо белое, позитивное. И третьего не дано. Причем черное в человеческих оценках зачастую превалирует. Почему это так? Ведь на самом деле жизнь многообразна, сложна, наполнена разными совершенно цветами, оттенками. И в любом проявлении действительности есть свои недостатки, достоинства, негативные и положительные стороны. Мы это все теоретически знаем, но на практике дело в том, что критически оценивать события и людей гораздо проще. А вот положительный, благосклонный взгляд, он требует усилий. Слышите? То есть для того, чтобы позитивно смотреть на мир, нужно напрячься, нужно приложить усилия. Давайте задумаемся, кто такой реалист. Реалист — это человек, который в любой ситуации может выделить позитивные моменты и сфокусировать на них свое внимание. Не забывая об этом при негативных сторонах, не наоборот. То есть что бы ни произошло, нужно выделить позитивные моменты. Однако на негативе такой человек концентрируется для того, чтобы попытаться исправить замеченные недостатки. Или, если это невозможно, найти способ нормально, так сказать, сосуществовать с этим недостатком. Да, хороший инсайт для семейной жизни. Теперь, когда я, помню, учился на пилота, то одно из самых опасных состояний, которые есть у пилота, который уже в процессе находится полета и долго летит, и вокруг него негативные метеорологические условия, турбулентность, дожди, да, то есть ты не можешь посадить самолет, у тебя стресс дополнительный, ты еще плюс не доспал, может быть, где-то там. В общем, все вот эти вот факторы, которые мы можем и в жизни сравнить, да, что мы не досыпаем, бежим, в процессе нашего бега концентрируемся на негативной информации, еще больше себя накручиваем, плохо питаемся, скажем так, несбалансированно, да, то есть далеко не идеальным образом, плюс еще добавляются, может быть, какие-то нюансы, связанные со здоровьем там и тому подобное. И вот во всем этом у нас образуется туннельное мышление. Что такое туннельное мышление? Туннельное мышление или видение, мы видим только небольшую частичку общей картины. Все. То есть мы не видим картину целиком. И еще раз хочется восхититься нашим шабатом. Шабат — это тот день, который дает нам возможность нажать кнопку «Стоп», для того, чтобы в Моцей Шабат, после Шабата, мы смогли включить наш когнитивный процесс заново, то есть познавательный процесс заново, намного более широко. То есть, проще говоря, для того, чтобы мы стали смотреть на мир обновленно и без каких-либо страхов, которые сужают наше мышление. И давайте вспомним Белама. Белам — это нееврейский пророк. По силе своей потенциала он был даже выше, чем Аширобейн. У него был один глаз. И мы помним все с вами этот случай. Да, он едет на осле, осел сходит с дороги. Один раз, второй, третий. Белам нервничает, бьет осла, ослицу. И она ему говорит, ну, я же твоя ослица. Разве когда-нибудь я тебе делал что-то плохое, ездил ты на мне многие годы. Что-нибудь раньше такое случалось? И он что говорит? Он говорит, был бы у меня меч, я бы вообще тебя убил. А ну давайте разберем. То есть эта ослица верно служит Беламу много лет. Однажды, да, совершает ошибку. Киилу ошибку. Мы знаем, что там было все гораздо глубже. Малаха, она увидела Малаха и так далее и тому подобное. Там очень-очень история глубокая, чрезвычайно интересная. И разбирать ее нужно не в рамках формата Блиц-роков. И далее, что? Так вот, смотрим с нашей точки зрения, да? То есть ты долго на мне ездил. И вот один раз я что-то делаю не так. Так хоть немножко ты примени ко мне милосердие. Помни, что я сделал для тебя все эти годы. И что интересно, что в большинстве своем таковы люди. Лучший друг, которого ты поддерживал на протяжении многих лет, он вдруг может охладеть тебя. Почему? Потому что какой-то небольшой аспект показался ему обидным, твоего поведения. Показался. Не доказано, расследовано и так далее. Показался. То есть единичный негативный момент затмевает все хорошее, что было до того. Тора предписывает нам трефное, да? То, что некошерно бросать собакам. В речи в данном случае идет о некошерном мясе. И болеет эсофот выводит из этого повеления нравственный урок. Какой? Говорит, что обычно собака охраняет скот. И вот там волк, какой-то дикий зверь, он подбирается к стаду, терзает, растерзает овцу. И все, уже это мясо некошерное. Это что значит, что собака не справилась со своей работой? Теперь, что в этом случае должен делать пастух? Наказать ее? Так вот, если пастух живет по законам Торы, он отдаст собаке растерзанную овцу. Странно, правда? Как же так? То есть вместо наказания за халатность собака получает награду. Почему? Потому что собака верно служила людям и защищала этих овец и день, и ночь, и в жару, и в холод. Однажды, в какой-то первый раз в ее жизни, ей не повезло. Ну, оставим ситуацию, когда регулярно собака спит, и тогда ее надо менять. И вот этот зверь подбирается к стаду. И у тебя убыток. Так Тора учит, не обращай против нее вот эту непреднамеренную ошибку. То есть вспомни, как много хорошего она сделала для тебя. И если нам предписано с такой благосклонностью оценивать поступки собаки, то, значит, к людям мы должны тем более проявлять терпение и милосердие. Здесь очень много примеров, может быть, да? Давний друг, жена, с которой ты прожил много лет, муж, партнеры в бизнесе и так далее. И неужели же добрые времена, многолетняя преданность так легко забываются? Не нужно забывать хорошие времена в плохое время. Причем плохое время — это наша субъективная оценка. И если твой близкий друг вдруг обидел тебя, нужно помнить о двух вещах. Во-первых, ты мог неправильно воспринять его слова. А во-вторых, есть дополнительный шанс вспомнить все хорошее, что было между вами, и на этом сконцентрироваться. То есть нельзя позволять, чтобы допущенная нашими близкими оплошность затмила все остальное. Интересно, что, мне кажется, здесь можно еще один пример привести, которым в нашем туннельном мышлении зачастую происходит. У человека есть разные периоды жизни. И вот в какой-то период жизни, ну, предположим, допустим, это где-то юность, там, 25, 30, 35 лет, человек чувствует невероятный приток энергии. Человеку может очень вести в разных аспектах. Он чувствует, что жизнь играет красками. Затем наступает период, когда ему кажется, что эти краски тускнеют. Почему ему так кажется? Потому что эти краски уже нужно создавать самому. То есть если до этого Всевышний давал, можно сказать, в кредит, да, многочисленные, так сказать, везения в разных аспектах, то здесь нужно уже их заработать самому. А что значит заработать? Сохранить собственное вдохновение. Это очень тяжело. Да, мы знаем, быт и все остальное, какое тут вдохновение. Уже на мир смотришь. Искоса, низкоголову наклоняя и так далее. И вот здесь как раз, несмотря на то, что ничего плохого со стороны Всевышнего, да, Халила, не приходит и не может прийти, вот здесь нам нужно вспомнить те хорошие времена. И сказать то да. Сказать спасибо. И мне кажется, это очень важный урок в нашей жизни. Когда нам кажется, что вдруг нам начинает не вести, когда нам кажется вдруг, что Всевышний о нас забыл, когда нам кажется еще, кажется и кажется и кажется. Почему это кажется? Потому что мы привыкли легко получать в какой-то период нашей жизни. А вот когда нам приходится зарабатывать это, самому генерировать это вдохновение, несмотря на то, что все вокруг нам, ну, нас тянет вниз, вот здесь мы должны бороться, вот здесь точка борьбы нашей. И вот именно здесь, когда здесь точка борьбы, мы должны полностью включить нашу Гвуру именно на эту борьбу, для того, чтобы сохранить это вдохновение, позитив, оптимизм, улыбку и так далее. Вот здесь нужно проявить максимальный хэссет по отношению к небу. То есть включить полностью вот наше вот ощущение благодарности по отношению к Всевышнему. И тогда Всевышний посылает тебе мало того, что силы для того, чтобы ты сумел преодолеть, развить и так далее, Он посылает тебе еще браху, для того, чтобы тебе стало легче, для того, чтобы ты увидел, что да, ты идешь правильной дорогой. Зачастую что происходит? Ровно наоборот. Когда нам кажется, что нам уже не так легко все дается, мы начинаем то, что на английском называют, да, complain-ать, то есть жаловаться. Почему бросил, как, так, что, так и так далее. Причем мы не замечаем, что, слава Богу, у нас есть там, я не знаю, работа, дети, мы сами здоровы. И тогда у нас есть ряд активов, которые сверкают и говорят, посмотри на меня, вот, вот, ну, вот у тебя что есть. Нет, ты обращаешь внимание на то, чего у тебя нет. И вот это, вот это туннельное мышление. Когда был в комиссии по расследованию авиационных происшествий и изучал очень много аналитики, вот, вообще полет на самолет, он очень похож на жизнь нашу. Так вот, это туннельное мышление, как ни странно, да, то есть техника в 90, там, каких-то 9, наверное, процентов, 5, не знаю, она работает идеально, а вот наша внутренняя техника оценки суждения суда над, над то, как мы видим окружающих и мир, она зачастую страдает. Мы сужаем это мышление. Еще раз хочу предупредить о опасности сужения мышления из-за нашего смартфона. Мало того, что он физически сужает наше мировосприятие. Даже физически, посмотрите, вот эти там 6-7 дюймов, которые у вас есть в руке, по сравнению со всем огромным миром, который вокруг вас. То есть физически вы себя просто туннализируете, да, то есть, если можно так сказать, ограничиваете потоком информации, которая идет из этого всего. Но даже если мы разовьем 7 дюймов на 40 или на 80, это ничего не меняет. Потому что мы живем в реальной жизни, мы живем в оффлайне, как говорится. Это непростая работа. Тренировать свое мышление на то, чтобы видеть позитив. Генерировать позитив, даже несмотря на то, что жизнь твоя не каждый день бурлит красками больших свершений, проектов, позитива и так далее. Самому генерировать это все, это все большая работа. Эта работа хорошо оплачивается. Как она оплачивается? Она оплачивается благосклонностью неба по отношению к нам. Потому что несмотря ни на что, каждый день мы что говорим? Баруха Шем. Богу. Все отлично. Все хорошо. И внутри-то может нас внутри стонать что-либо. Мы можем не соглашаться, можем внутри терзаться и не понимать и так далее. Это все путь. Это наш путь. Это наш путь по преодолению эго, по преодолению барьеров для того, чтобы добиться большей близости ко Всевышнему и большего смысла в нашей жизни. Шаббат шалам.